Бел целиком. Do you like English? Шо? Вы к нам ходите уже месяц. Есть заметные сдвиги. Хуй, стараюсь. В Беларуси повезло, у нашей родины хорошее географическое местоположение. Наш народ доброжелательный и открытый. Хмурый, правда, и разучился улыбаться, например, как это делают американцы, которые на вопрос незнакомого человека отвечают улыбкой, а потом уже открывают рот и извлекают звуки. В Беларуси, как вы знаете, постоянно проходят международные спортивные и культурные мероприятия. Мы любим, когда к нам приезжают иностранцы и привозят в нашу страну валюту. Они покупают, например, услуги такси, отдыха и развлечений, мобильные связи, интернет, покупают еду и напитки в наших заведениях общепит, арендуют жилье, посещают концерты, спектакли, знакомятся с богатой культурой Беларуси. Мы же ведь хотим, чтобы в любой стране мира знали, что такое Беларусь и какие прекрасные люди живут в нашей Синеоке. Если говорить о бизнесе, то и здесь мы хотим, чтобы иностранцы инвестировали в Беларусь, открывали у нас экологически чистые, передовые, наукоемкие производства и сервис. Мы хотим, чтобы в Беларуси было много рабочих мест с достойной заработной платой. Уверен, что когда отечественный рынок труда сможет предложить много рабочих мест с заработком больше, чем 7 по 500, то это позволит резко сократить уровень уезжающих в поисках лучшей доли. Я верю, достойная плата труда поможет молодежи получить веру в лучшее будущее, что в Беларуси можно реализовать себя, достойно зарабатывать, обеспечивать себя и семью на европейском уровне, помочь нашей молодежи больше путешествовать, получить веру в то, что им больше не придется заниматься крысиными бегами, выживание, жить от получки до получки, как это, к сожалению, происходит сегодня, не только у молодежи, но и в большей части граждан моей родины. Кроме этого, думаю, доказывать не нужно, что сегодня в Беларуси высокую ЗП получают сотрудники компаний, которые оказывают услуги или торгуют с иностранцами. У американцев и европейцев в денег больше, уровень жизни выше, поэтому они платят в разы больше, чем в Беларуси, России, Украине, и далее по списку можно заработать. И чтобы получить работу в такой экспортно-ориентированной компании, нужно знать иностранные языки, вступать в переписку, готовить юридическую, техническую документацию на иностранных языках. Когда я был в Швеции, мне сказали, что их студенты учат сразу три иностранных языка, один из них китайский. Их молодежь на летние каникулы уезжает работать в другие страны и путешествовать, чтобы овладеть иностранным языком, расширить понимание культурных особенностей других стран и народов. Зачем шведы мучают молодежь иностранными языками? Шведы хотят сохранить свалидирующее место в мире. Они понимают, что знания информации правят миром. А иностранные языки и хорошее обучение – один из инструментов получения доступа к первоисточнику таких знаний и информации. А теперь щепотка перца в огород компании Белт целиком. Чтобы поддержать английский язык, уровень им владения, нужно заниматься хотя бы 30-60 минут в день, каждый день смотреть видео, слушать радио, общаться с носителем языка. Тогда язык не забывается. Сегодня утром я специально перешел на более мощный тариф «Ясно 100». Типа там полный пакет телеканалов. Я прощел, как примерно, 150 телеканалов и не нашел ни одного канала на любом иностранном языке. Мне хотелось посмотреть учебный курс или фильм на английском, китайском и любом другом иностранном языке. Ну, нежданчик. Позвонил в службу поддержки Белт целиком, смело пообщался с девушкой, и мне там подтвердили, что все каналы доступны только на русском языке. Итого, считая, что ситуацию эту нужно исправлять, советую компании Белт целиком включить в пакет хотя бы один английский учебный канал. Еще было бы неплохо и по китайскому языку. Уверен, что китайское правительство охотно оплатит все затраты по трансляции в Белоруссии, на территории нашей Родины, учебного канала на китайском языке. А великий камень построили под Смелевичем. Вроде уже работает. А большая часть населения по-прежнему испуганно округляет глаза при встрече иностранцев. И это странно. Беларусь называют эти страной, мы живем в Европе. Беларусь, дуй спик инглиш, спикуй трошечки. И еще. Я работал в России, Казахстане, Украине и так далее по списку. Везде есть телеканалы на родном языке коренного населения. И елте ли радиокомпании? Внимание, вопрос. Почему в моей стране нет хотя бы одного телеканала целиком на родном белорусском языке? Я же в Беларуси живу, а не в России. Уверен, что когда такой телеканал появится, то и Бел целиком с радостью включит его в свой базовый пакет. Заключение. Лукашенко, конечно, уникальный человек. За 25 лет он так и не заговорил хотя бы на английском. Бывший чекист и разведчик Путин, к слову, в 2016 году в разговоре с учениками из Германии вспомнил немецкий язык. Порошенко бывший. И Зеленский нынешний хорошо говорят на английском. Мир огромен и дает каждой стране, каждому из нас бесконечные возможности. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас получил собственную частичку этих глобальных возможностей. А для этого нужно учить иностранные языки. Знания и информации, повторюсь, правят миром. Это доказывает парк высоких технологий, который успешно развивается в Беларуси. Учите иностранные языки, и да прибудет с вами сила понимания носителей другого языка. С вами был Николай. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делайте репосты в социальные сети. Спасибо. Всем удачи на новых выпусках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok